Всем привет! Хотелось бы с вами поделиться хорарным вопросом. Очень такая говорящая, интересная карта. Итак, звонит ко мне клиентка и спрашивает, где моя банковская карточка? Мне нужно ехать, а она у меня потерялась. Карта другого государства очень долго восстанавливать. Итак, я построила карту на время обращения ко мне клиента. А смотрим по второму дому, так как второй дом описывает все наши потерянные ценности. И видим, что тут знак рака растянулся на два дома, первый и второй. Это хороший знак, так как карта и клиент одно целое. То есть карта находится при клиенте. Итак, рассматриваем управителя второго дома. Луна. Луна у нас находится в пятом доме в весах в зажатом знаке. То есть, вот он, весы, получается, его не открывает пятый дом. Значит, карта где-то по пятому дому. Что такое пятый дом? Пятый дом это у нас символически управляет знак льва этим домом. Ну, а по льву это у нас идут детские комнаты. Либо это самые главные, самые любимые комнаты, где мы встречаем гостей. Как правило, это зал, либо гостиная. То есть, значит, карта может находиться где-то там, либо в детской, либо в зале. Теперь нужно понять по стихии знака. Тут у нас знак воздуха. Воздух говорит о том, что карта где-то в воздухе. Либо на уровне рук, либо выше головы. Но она где-то не упала. Где-то как будто бы в воздухе. И то, что знак зажатый, где находится ума, это говорит о том, что она во что-то вложена. Где-то застряла между чем-то. Либо лежит в чем-то, и это что-то еще где-то лежит. То есть, просто так ее не увидеть, если откуда-то ее не вытащить. Что это может быть? Ну, тут знак весы. Весы – это знак, связанный с красотой. Значит, это может быть что-то красивое. Либо это какие-то украшения, либо это красивая мебель, красивый шкаф, красивая одежда и так далее. Я прям так и сказала, ищите либо в детской, либо в зале. Это может быть, она у вас во что-то вложена, в какую-то красивую вещь. Это может быть, говорю, мебель, диван, полки, шкаф, говорю, либо одежда. Она у вас, говорю, прямо где-то вот в воздухе во что-то вложена. Она, говорю, не упала, ничего. Вот именно так. И что вы думаете? Через 15 минут звонит ко мне клиентка и говорит, что Роза, вы просто волшебница. Нашла карта именно там, где вы сказали, в зале, в нашем красивущем диване. Она, говорит, как-то так вот интересно заложилась, застряла между сиденьем и спинкой. Хотя мы, говорит, и раньше двигали диван, но там ее не было. А тут, говорит, когда я начала везде засовывать руки, она, говорит, просто вывалилась. То есть она как бы в воздухе висела, застрявшая между вот этими частями дивана. Поэтому такой вот интересный характер. Кстати, говорил, Луна без курса в данной карте. И, как правило, это говорит о том, что вещь вовсе и не терялась. Нужно просто хорошенько ее поискать. Вот, собственно, и все. Если вы хотите уметь также рассматривать карты, расшифровывать и отвечать на многие сложные вопросы, не только на такие, как потери вещей, но и совершенно другого рода касательно отношений, либо еще абсолютно на любой вопрос карарная карта может дать ответ. Главное, чтобы вопрос был радикальный, то есть быстро дан. Информация об обучении на моем сайте astrorozam.ru Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...